Я приветствую вас на своем канале, с вами как всегда я, Александр Грей. В этом видео снова будет картина про дерево, но она получилась немного не такой, какой я изначально ее планировал делать. Так что на нижнюю часть картины пока особо не обращаем внимания. А пока работаю с верхней частью, она должна быть такая воздушная, бело-голубая. В картине буду использовать акриловые краски, эластичную шпаклевку и золотую поталь. Изначально у меня была идея с трещинами в нижней части картины, но затем я от нее отказался, так как пришла на ум другая мысль. А сейчас я шпаклевкой создаю объемную границу, примерно посередине картины. Она даст мне рельеф толщиной 3-4 миллиметра. Работаю мастихином среднего размера. Работаю мастихином среднего размера. Стрелковкой был каркелерный лак, это так задумано. А всю нижнюю часть окрашиваю в темно-синий цвет, с небольшим градиентом, который идет от объема. Теперь же рисую ствол и ветки дерева. Не особо прорабатываю, потому что ветки не будут практически видно. Но с помощью них появляется представление, какое будет крона дерева по объему. При помощи губки и акриловой краски обозначаю силуэт листвы. Редактор субтитров А.Семкин Таким же способом наношу и клей для потали. А вот в нижней части клей наношу в вертикальном направлении. Через час приступаю к наклеиванию золотой потали. Не разрезаю ее, просто клею цельными листами. И через некоторое время мягкой кисточкой убираю незафиксированную поталь. Картина композиционно получилась разбита на две части. Верхняя воздушная с деревом, а нижняя такая более темная, ночная, с проблесками золота. Еще захотелось немного доработать крону. Добавить немного бирюзового и больше золота. На объем тоже захотелось добавить немного бирюзового отлива. В общем-то, вот и все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok